Экстренную телеконференцию по Греции проведут сегодня министры финансов стран Евросоюза. Члены Еврогруппы намерены обсудить новые предложения со стороны греческого премьера. По неподтвержденной пока информации, Алексис Ципрос направил в Брюссель письмо, в котором согласился на условия международных кредиторов. Накануне Афины не погасили долг МВФ, допустив технический дефолт. Подробнее расскажет Анна Пешихонова. Призывы на площади Синтагама не стихали до позднего вечера. Но ни звездные флаги, ни звучные лозунги грекам не помогли. Ровно в полночь Афины формально вышли из соглашения с кредиторами. Другими словами, признали технический дефолт. Банки закрыты с понедельника, банкоматы выдают не больше 60 евро на руки. А внешний долг вот-вот превысит ВВП страны в два раза. С таким раскладом Эллада подошла к краю финансовой пропасти. Сейчас они пытаются разыграть будущее Греции в карты. Так не должно быть. Я думаю, что единственное возможное будущее для моей страны, для меня, для моей семьи, для моих детей – это объединенная Европа. Мы должны идти вперед вместе. Официальных заявлений о дефолте еще не прозвучало, но это скорее формальность. Экономисты подсчитали, чтобы расплатиться по всем внешним долгам, Афинам потребуется 42 года. Впрочем, пока речь лишь о долгах перед МВФ. А это тоже немало – полтора миллиарда евро. Только после погашения Греция сможет рассчитывать на второй пакет финансовой помощи. Мы проинформировали наш совет директоров, что Греция просрочила выплату и сможет теперь получить финансирование от МВФ только после того, как погасит свою задолженность. Последние финансовые инъекции уже изрядно больная греческая экономика получала в августе прошлого года. Весной правительство предложило новый пакет реформ в надежде на очередной кредит от Евросоюза. Однако переговоры зашли в тупик. Уже в последний день премьер Греции Алексис Ципрос предпринял еще одну попытку наладить диалог. Я получил письмо от Алексиса Ципроса, которое мы обсуждали этой ночью в Еврогруппе. В нем озвучены две просьбы – продлить старую программу помощи и начать новую на базе механизма европейской стабильности. Письмо, о котором говорит председатель Еврогруппы, попало в руки журналиста Financial Times. Согласно документу, Греция готова принять условия кредиторов. Правда, не все. Афины настаивают на сохранении 30-ти процентной льготы по НДС для греческих островов. Да и пенсионную реформу неплохо было бы отложить до осени. В соответствующем письме мы ограничили перечень пунктов, по которым выражаем свое несогласие с международными кредиторами. Мы просим новую двухлетнюю программу для покрытия финансовых потребностей страны. Кроме того, мы направили обращение в МВФ с просьбой перенести срок платежей на ноябрь. На фоне греческого кризиса все громче звучат разговоры о возможности выхода страны из ЕС. Однако такое решение слишком больно ударит по самой идее евроинтеграции. Брюссель на это вряд ли пойдет. В любом случае, сейчас все зависит от самой Греции. В ближайшее воскресенье в стране пройдет референдум, на котором греки должны самостоятельно определиться, принимать жесткие требования кредиторов по экономии или нет. И по данным соцопросов ответ будет отрицательным. Впрочем, безо всяких опросов ясно. Урезание зарплаты, пенсии в Афинах никто не хочет. С безработицей в 25%. Только и остается, что не терять надежды. Сегодня в Кремле Владимир Путин встретился с главой компании РЖД Владимиром Якуниным. Обсуждались вопросы международных и пригородных железнодорожных перевозок. Якунин отметил успех в преодолении негативных последствий сочинского наводнения для железнодорожных перевозок и подчеркнул, что все плановые показатели, утвержденные правительством и советом директоров компании, выполняются. Кроме того, он пожаловался на снижение объема погрузки. По словам главы РЖД, ситуация является отражением общих экономических тенденций. Владимир Путин, говоря о пригородном сообщении, потребовал внимательнее работать с регионами, где из-за отмены электричек возникли проблемы с транспортной доступностью. Пригородные перевозки, как они осуществляются сегодня, с учетом тех проблем, о которых вы хорошо знаете, о которых были недавно совсем, по этому вопросу и на что люди обращали внимание и жаловались. Но не только пригородные, но и вообще в целом перевозки пассажиров с учетом летнего пустного периода. Но, разумеется, работа компании за полгода, объем перевозок, в целом грузоперевозок. В соответствии с вашим поручением проводилась под руководством правительства большая работа непосредственно с регионами. После вашего вмешательства, во-первых, незамедлительно были восстановлены те маршруты, которые по согласованию регионов были отменены. Безусловно, есть, до сих пор остались еще некоторые нерешенные вопросы, но они связаны с тем, что на некоторых направлениях, действительно количество пассажиров, которые пользуются пригородным сообщением, исчисляется просто десятком. Газовый спор будет вынесен на переговоры в нормандском формате. Об этом заявили в Еврокомиссии. Брюссель намерен активно поддерживать Украину. С сегодняшнего дня «Газпром» прекратил подачу газа в страну. Как сообщил глава компании Алексей Миллер, без стопроцентной предоплаты никаких поставок не будет. На прошедших накануне в Вене трехсторонних переговорах об условиях поставок делегациям договориться так и не удалось. Глава украинского Минэнерго Владимир Демчишин отказался подписать соглашение сроком на квартал. И таким образом поставил под угрозу транзит газа для всей Европы. По его мнению, Москва должна предоставить скетку в большем размере на весь стопительный сезон. Очевидно, что Киев не оставляет попытки воздействия как на Евросоюз, так и на Россию. Комментируя исход переговоров, Демчишин внезапно перешел с украинского языка на русский. Мы считаем, что цена ПВН-буты была сформована у витуидности в соответствии с зимним пакетом, который был подписан в прошлом году. В соответствии с той формулой цена была другая. Если это прямая цена 287 долларов минус 30 процентов, считайте это 200 с чем-то долларов. В ответ на это российский министр энергетики Александр Новок ответил, что не собирается сворачивать переговоры. Прийти к консенсусу Москва рассчитывает до начала топительного сезона. Он отметил, что Киев действует, руководствуясь исключительно политическими соображениями. А предложенная цена с учетом скетки является более чем конкурентоспособной. Мы, конечно, очень удивлены тем, что украинская сторона хотела гораздо ниже цену. И, в общем-то, это не соответствует сегодняшней рыночной конъюнктуре. На сегодня размер скетки меньше, с учетом того, что рыночные цены, с учетом падения цен на нефть, а цены на газ также зависят от цен на нефть, цена снизилась по сравнению с тем, что было год назад больше, чем на 200 долларов по формуле контракта. И, в общем-то, необходимости предоставлять скидку более чем 40 долларов нет. Это цены будут ниже рыночных. Память телеоператора Анатолия Кляна, погибшего по Донецкому, увековечили в Москве. На здании телецентра Останкина сегодня торжественно открыли мемориальную доску. Анатолий Клян проработал на телевидении более 40 лет и погиб во время своей 375-й командировки. Автобус с журналистами и матерями украинских солдат-срочников был обстрелян военными. Оператор Первого канала получил смертельные ранения в живот, но до последнего не выпускал из рук камеру. В годовщину гибеля журналиста воспоминаниями об Анатолии Кляне делились его коллеги, близкие, члены семьи. Он работал слесарем на заводе. Папа там его работал и хотел, чтобы была рабочая династия. Но ему было тесно в этих рамках. Он там завоевал все призы, титулы. Там был лучший слесарь района, города, еще чего-то. И очень любил фотографировать с детства. И выбрал. Потом уже пошел на курсы кинооператоров. Проучился 10 месяцев. Пришел работать в Останкино. Поступил во ВГИК. Он со своей камерой как одно целое. И последние его слова, камера, камера. Она была для него, наверное, как я. В поселок Широкино на востоке Украины объявлен демилитаризованной зоной. Правда, пока это сделано только в одностороннем порядке. Власти ДНР заявили, что приняли такое решение в качестве акта доброй воли. Они надеются, что демонстрация мирных намерений повлечет ответные действия и от Киева. Для этого контроль за территорией должен быть передан наблюдательной миссии Убэсье. А пока со стороны ополченцев не будет вестись даже ответный огонь. В целом ситуация в Донбассе остается напряженной. Только за последние сутки силовики нарушали режим тишины около 30 раз. Под огнем оказался Донецк и Докучаевск. Артиллерийскому обстрелу подверглась и Горловка. Там частично разрушены жилой сектор и несколько шахт. Три года назад в Троицком и Новомосковском округах столицы приближается к единым городским стандартам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой дороги, которая соединила поселок Коммунарка с районом Южная Бутова и нового детского сада в Ватутинках. О том, как реализуется большой инфраструктурный проект. Репортаж Павла Прокопенко. Совсем недавно рядовой поселок областного подчинения. Сегодня один из столичных деловых центров. Последние три года Коммунарка, как и другие населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, развивается опережающими темпами. Главная задача транспортной доступности решена. Дорога шире стала, пробок не стала. Ой, вообще все красиво стало. Очень даже. До сегодняшнего дня эта дорога заканчивалась тупиком. Теперь связывает Калужское шоссе с Южным Бутово. Жители Коммунарки могут добраться сразу до двух станций метро, Теплый Стан и Бунинская аллея. На новом участке курсирует автобус продленного 895 маршрута. Раньше в объезд по МКАДу этот путь занимал несколько часов. Новая дорога станет дублером Московской кольцевой на юго-западе города. По участку сегодня проехал и мэр столицы. Жители встретили Сергея Собянина прямо на автобусной остановке. Делали для вас новую дорогу, чтобы хорошее сообщение было до метро Бутово. Мэр рассказал жителям о развитии новых территорий, где сегодня проживают почти 300 тысяч человек. Троицкий и Новомосковский округа охватывает комплексная программа развития. Построено 7 миллионов квадратных метров жилья, 15 детских садов, 4 школы и 6 поликлиник. В два раза увеличилось и число рабочих мест. Сюда на работу уже будут приезжать не только местные жители, но и жители близлежащих районов. Мы надеемся создать движение не только в Москву, но и из Москвы на эту территорию. Последние годы темпы строительства таковы, что количество жилья, которое здесь вводится, составляет около 40% всего объема жилья в Москве. Можно себе представить, что бы было, если бы этой территории в Москве не было. Вынуждены либо уплотнять застройку в Москве, либо резко уменьшать количество застройки и предоставления жилья москвичам. Так что эта территория же работает и на строительство жилья, и на создание рабочих мест, и на новую экономику Москвы. Строительство дороги – лишь первое ощутимое изменение в коммунарке. На этом благоустройство района не заканчивается. Жители попросили мэра не забыть об озеленении, тем более, что деревья вдоль дороги здесь были, но ими пришлось пожертвовать ради расширения. Новые парки и скверы – дело ближайшей перспективы. Вы обжились уже в новом детском садике? Здравствуйте! Да, привет! В Атутинках Сергей Собянин открыл сегодня детский сад. Хороший пример социальной ответственности бизнеса, подчеркнул мэр. Сад построен на частные инвестиции. В этом году будет построено 25 объектов соцкульпыта. Это детские сады, школы, поликлиники. Таким образом, мы вот за буквально 2-3 года наверстаем упущенное отставание по объектам соцкульпыта в Новой Москве. Самое современное, по последнему слову, техники, наверное, и требованиям соответствия полное. Думаю, детям будет здесь просто замечательно, приятно, и родители будут довольны. Новые столичные территории прошли проверку временем и доказали свою значимость. Сегодня малые населенные пункты развиваются с опережением графика, а многие их жители впервые приобщились к по-настоящему городскому быту. Например, в той же коммунарке раньше не везде было элементарное уличное освещение. Павел Прокопенко, Елизавета Родина, Анастасия Терехова, Виктор Мальцев, Александр Савин, Руслан Прохоров, ТВ-центр. Российская делегация не примет участие в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая должна состояться в Хельсинки, но продолжить сотрудничество с организацией обязательно приедет на следующую встречу в Монголии. В Финляндии отказала во въезде пятерым членам делегации, в том числе спикер Госдумы Сергею Нарышкину. Он находится в санкционном списке. Глава парламента считает, что такое решение было принято финскими властями под давлением. Испытывая грубое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, власти Финляндии отказывают в законном праве пяти членам российской делегации участвовать в работе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я сожалею о том, что и ОБСЕ не смогло занять такую принципиальную позицию по этому вопросу. И, к сожалению, мягкотелую позицию занимает правительство Финляндии. И сегодня на охотном ряду во время правительственного часа выступил Дмитрий Рогозин. Вице-премьер заявил, что санкции не повлияли на развитие обороны промышленного комплекса страны. За прошлый год чистая прибыль военных предприятий выросла более чем в два раза. Портфель экспортных заказов на российских военных концернах достиг почти 50 миллиардов долларов. По словам Дмитрия Рогозина, российский ОПК еще сильно отстает от ведущих стран. Сейчас обновляется оборудование на заводах и строятся новые производства. Решается вопрос с украинскими комплектующими. Витальный план импортозамещения был разработан и принят коллегией военно-промышленной комиссии. На первом этапе плана сформирован перечень из 186 образцов вооружения и военной техники, в которых применялись комплектующие изделия украинского производства. И могу вам сказать, что технологическая зависимость от Украины у нас будет полностью преодолена к 2018 году. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...